такие у нас с вами регулярные выражения что же такое регулярные выражения в принципе это формальный язык поиска и осуществления манипуляций с подстроками в тексте основанный на использовании мета символов символов джокеров ну и групповых символов то есть по сути это строка образец шаблон задания структуры строки вы при помощи символов спец символов мета символов задаете какую структуру должна иметь ваша строка и потом при помощи этого шаблона этого регулярного выражения вы можете проверить строку на соответствие шаблону разбить строку на подстроки в соответствии с шаблоном найти вхождение шаблона в строку да то есть например найти все имейлы в строке найти все телефоны в строке заменить вхождение заменить все имейлы на звездочки например то есть найти все вхождения по шаблону и по все эти вхождения заменить на какую-то другую строку регулярные выражения поддерживать большинстве языков программирования в том числе и в джаве для работы с регулярными выражениями в джаве есть два специальных класса это би это класс паттерн объекты этого класса как раз и хранят регулярное выражение представляют регулярное выражение и объекта и объект матчер так называемый движок который интерпретирует регулярное выражение и сопоставляет его с входной строкой но бывает еще exception паттерн синтаксис exception когда вы в регулярном выражении допустили ошибку синтаксис регулярных выражений смотрите синтаксис следующий в общем случае регулярные выражения состоят из обычных символов классов символов наборов символов групповых символов и квантификаторов ну обычные символы понятно да то есть мы в регулярном выражении просто пишем символы вот написали там слово мама вот это слово мама в регулярном выражении так и используется как 4 символа вот такой последовательности классов символов или наборов символов вот вам класс символов или набор символов классы символов или наборы символов пишутся квадратных скобках что это значит это значит что на месте где вот вот эта группа написана должен быть использован один из этих трех символов а б и лица то есть один из этих трех то есть ну давайте попытаюсь вам написать на примере написать то есть вот я пишу например регулярное выражение это строка да вот мало вот регулярное выражение которое мало строка должна соответствовать вам я могу написать регулярное выражение которое попадает и под маму и под папу правда у меня может а дома папа ну например если я напишу вот так это значит что первый сим символ либо м либо п или один или второй то есть подойдут все строки мама мама вот уже попадают под эту строку если я здесь такое напишу тоже четыре варианта строки которые мне подходят смотрите еще удобно работать с регулярными выражениями ну обычно как у вас есть какая-то строка или какой-то шаблон ну как email я хочу подымал написать регулярное выражение в javi это делать не очень удобно почему потому что здесь уже надо использовать готовые регулярные выражения а именно заниматься разработка и регулярного выражения не очень удобно как удобнее делать есть онлайн ресурсы где это можно делать через интерфейс и удобно например есть такой регекс 104 101 ком вот здесь вы пишете строку здесь вы пишете регулярное выражение вот я например пишу мама если здесь напишу регулярное выражение мама вот он говорит вот полностью твоя строка покрыта регулярным выражением я пишу папа он не это регуляр это строка под регулярное выражение не подходит я говорю а если я здесь напишу вот буковку п и м и возьму скобочки вот это подходит это не подходит а если здесь то же самое сделаю теперь обе подходят то есть вот этот шаблон подходит и сюда и сюда и у меня в моей строке в соответствии с шаблоном в обхождении вот он говорит матч 1 матч 2 то есть я написал шаблон написал текст да можно но есть второй вариант еще папа тоже подходит папа тоже подходит а там уже не подходит то есть вот под мой шаблон вот под группы символов вот подходит такая штука но только один да если я напишу там mp ама вот кусочек подошел а м по лишнее но если здесь поставлю плюсик то теперь это подошло то есть плюсик это говорит что любое сочетание из этих символов тоже как бы подходит так давайте вернемся вот это называется набор символов или класс если не то значит символ исключает любые символы кроме вот этих вот а до z по юни коду все что между а и z здесь в принципе так можно не писать от а до до д либо между м и п то есть вот так такая комбинация это x за которым следует y здесь нет вариантов вариативности здесь x или y в том варианте где вы писали можно было не вот так писать а написать палочку должно было сработать видите на папу не сработало а дипа и либо м не он взял два не он взял п либо вот это все это же подходит не так нельзя то есть либо x либо то что y но тут может быть два можно было писать папа или мама вот так да через черточку дальше мета символы то есть мы рассмотрели что такой силу вас такой класс символ мета символы и групповые символы так называемые квантификаторы и мета так это мы с вами сейчас смотрим групповые символы или мета символы их называют . любой символ слэш d любая цифра для других написать скобочках 0 до 9 можно ставить д большая не цифра с маленькая это не пробельный символ это любой нечитаемый символ то есть что это значит слышит 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 переводы карет карет кареток слэш табы то есть это слышит все нечитабельный символы давайте попробуем то есть и пробелы в том числе слышит большая да слышит большая а а а а а а я а а а а а любой пробельный символ и нечитабельный символ слэш n он там не съел потому что он там его никак перевод каретки расценивает она там расценивает как слэша не интерпретировал как слэша это в джаве он интерпретировал а здесь по идее он там должен понять я не понял ну в джаве понимает то есть любой нечитабельный символ а это любой читабельный символ дальше слэш в маленькой символ образующие слова цифры кстати входят в большая символ не образующие слова в граница слова не граница слова начала строки конец вот таким образом мы можем описывать структуру дальше квантификаторы квантификаторы говорят сколько раз символ должен встречаться причем есть указать четкое количество да вот здесь написано что you должно быть три раза вот такое будет вхождение есть от и до то есть от двух до четырех раз нам подходит есть если мы не пишем символ но запятая стоит это значит от двух до бесконечности если цифры нет запятая это значит от нуля до любое количество раз то есть что значит нуля что его не может может не быть и вообще есть квантификаторы ну которые которым знакой символом обозначается вопросительный знак от нуля до одного . вот нуля до бесконечности плюсик от 1 до бесконечности то есть один или более 0 или более и 0 либо 1 понятно ну и вот еще одна жадная ленивая квантификация что это такое ну давайте сначала что-то напишем потом уже будем про давайте пример рассмотрим смотрите жадная и ленивая квантификация что это значит регулярное выражение пытается забрать по максимуму то есть если вот пример у меня есть теги да ну вот так типа html какой-то да я напишу что я меня интересует вот открывающаяся кавычка звездочка один или более раз и закрывающаяся кавычка видите он все съел он это раз или расценил как одно вхождение то есть он сказал окей открылась любое количество символов закрылась то есть он взял не по минимуму а по максимуму вхождение вот это называется жадная квантификация когда мы не один тег например берем все по максимуму а есть понятие ленивая квантификация что это значит это значит что мне нужно поставить вопросительный знак после звездочки плюсика или квантификаторов то есть все квантификаторы по умолчанию жадный я звездочка . звездочка попытаюсь взять максимум сколько я могу если я здесь поставлю плюсик то есть вопросик то он будет брать по минимуму видите теперь он нашел у меня сколько там пять вхождений теперь он берет минимальное минимальное вхождение а без вопросика брал максимальное количество символов понятно в чем разница то есть если я вопросительный знак убираю то . плюсик будет пытаться захватить максимальное количество сил а если оставлю вопросительный знак то минимальное количество понятно теперь как это дело писать на джаве есть класс паттерн у которого есть метод компайл куда мы даем регулярное выражение то есть вызываем так называемый метод фабрику потом на паттерне вы мы вызываем этот матчер даем строку и получаем матчер давайте попробуем паттерн паттерн равно паттерн компайл и попробуем вот тот вариант стегами давайте пока попробуем ленивую жадную есть теперь нужен матчер матчер равно паттерн матчер сюда даем строку нам нужна строка можем взять какой-то кусок html для интересно здесь много и тут код показать инспектор инспектор нам не очень в юпе часов вот но вот хэдэ там какой-то кусок текст хэдэ там вот мой html теперь я сюда даю этот текст хэдэ там хэдэ там я и и и и а и 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 для групп 3 кто вот нет память в это ровно в соответствии с регулярным выражением групп возвращает вхождение найденное соответствии с регулярным выражением строки старт начиная с какого символа начинается вхождение and каким символом заканчивается вхождение replace all заменить вхождение на строку переданную в качестве аргумента ясно да ну давайте вот попробуем что нам эта штука даст только непонятно да ни одна строка почему ни одна строка здесь есть да и он . не съелся поэтому он их все равно нашел как много вхождение если мы эти разделители поубираем вот они это будет одна строка потому что . перевод но не чит не не печатные символы не покрывает то есть маленький слэш с маленькой непечатные символы покрывать вот теперь если мы запустим видят одна строка одно вхождение если я тут добавлю вопросительный знак это теперь разные вхождение по старой схеме по старой схеме то есть слэш нам надо было бы здесь писать слэш с маленькой слэш с большая но если я хочу чтобы вот так тоже работала мне уже . здесь не подходит мне здесь надо писать слэш с слэш с только слэш и писать два и брать их в группу не захотел все равно видит их как по идее тоже был а нет вру у меня стоит перевод каретки он их печатает то есть мы не знаем тут один раз отработала ли то есть надо сделать вот так видите как одна строка а если мы поставим здесь точку как было раньше то есть то есть я не знаю как и здесь и и и вот так и и и и как нас то включаем ленивую квантификацию и будет опять как много строк Кто не понял, спрашивайте Ещё раз? Я виду 2 плюса, это какая там зафиксация 2 плюса? Или это нет? Нет, тут именно вопросительно Значительный знак говорит о том Кто именно в такой комбинации 2 плюса? 2 плюса не знаю что будет Ничего не будет Он плюс расценил как символ Наверно Понятно как работает? Что нам нужно Давайте теперь посмотрим какие примеры Например, смотрите У меня есть текст Я хочу в этом тексте найти все ЗИП-коды 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 это Почтовый индекс Давайте возьмём эту строку Стринг Стринг С6 Равно Скопируем его с прошлого проекта Чтобы не набирать Вот такая строка Мне нужно здесь найти все Код города Самый простой вариант Какой Давайте Давайте Разграничим Вывод Сделаем Матчер Паттен Паттен Какой шаблон Будет У нас Самый простой Вариант Как Мы видим С вами В слайде Это Слэш Д 5 То есть Слэш Д 5 Раз То есть 5 символов 5 Цифр Давайте посмотрим Что из этого получится Матчер 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 Файл Мы Делаем víl Матчер дойдет все нет нашел лишнего чего как взять вот сюда сказать что вот это не подходит а тут не пробел в конце от 0 до 5 так тоже он возьмет и 9 и 87 и столько цифр что конец слова смотрите мне нужно сказать что первый символ не цифра и последний не цифра вот так пять цифр а по бокам не цифры теперь он нашел только два правда еще не запятучек да есть такое понятие как группы что такое группа группа это символы в круглых скобках группа группы нумеруются имеют имена группы группы нумеруются с единицей у меня это первая группа вот теперь я вывел чисто только то содержимое которое мне нужно а вот эти как бы ограничивающие символы я их отбросил так что еще давайте пойдем дальше email то есть та же задача но нужно найти email то есть та же строка но надо написать регулярное выражение для email код можно не копировать сделать метод то есть можно вот этот код эти беру начинаю копировать не очень хорошо но правда у меня тут вывод группами начинается универсально написать ладно давайте не тратить время вот здесь надо писать регулярку 32 группа не нужно мне нужно здесь для email написать давайте подумаем как какое регулярное выражение чтобы email выбрать ну да любом случае должна быть собачка то есть словообразующий символ у вас есть еще . нижняя подчеркивает . точно словообразующими поэтому мы или может поэтому наверно словообразующая . словообразующая . тоже экранируется как . они как любой символ да сколько не надо и здесь плюс поставить и нижнее подчеркивать тоже теперь с этой стороны что будет в принципе тоже фигня да в конце школам или что-то должно быть не разные не любые же домены по идее по хорошему или все перечисляют или есть и длина по крайней мере и последняя . мне не нужно если я просто вот так оставлю эту последнюю точку тоже сожжем следовательно можно здесь написать как не так словообразующий символ но длина сколько обычно от двух ну сколько максока три или четыре даже даже а а 4 а а 4 есть и не даже скажем не вот так а вот а дозап точек там но цифры не может быть вот ну что-то мы придумали теперь можем посмотреть угадали ли мы что писали писали подойдет хоть простенький мы да вот под наш под нашу логику давай мы его нашлось а вот этот вот не нашел почему тире тире есть да вот вам не хватает тут террите она нашелся то есть по идее мы вот написали шаблон для имейла не ну да можно поискать если че может где-то есть код генератор какой дебаггер нет вот мост мост рисом имейл валютатор валиды вот вот вам для имейлов они пошли от другого видите какие символы типа не подходят мы можем нашу мейл проверить они сюда ничего вставляют ну вот такая вариант можно попробовать у регулярных выражений есть один минус если вы сложное регулярное выражение написали то в будущем его проще переписать чем вносить в него изменения то есть большие регулярные выражения пытаться туда что-то писать ну если там где сложная логика у нас логика простая она линейная то есть у нас вложений каких-то сложных нет а если какое-то сложное регулярное выражение чаще чаще иногда проще написать новое чем добиться работы старого с внесенными изменениями поэтому вот в этом конечно есть минус дальше что еще есть тут и задач например задача где мне нужно поменять формат вывода вот у меня есть просто сколько там цифр подряд до 10 а я хочу их вот так вывести скобочках с черточками как в этом случае в этом случае нам помогут группы и replace all в котором мы можем ссылаться на группы ну давайте попытаемся с вами сделать теперь то же самое для начала для групп у меня есть паттерн 333 это нам уже не надо нам нужно только матчер будет replace all replace all в качестве аргумента принимает строку возвращает новую строку выведем его работу на экран что мне нужно мне нужно закодировать номер телефона с указанием групп начале у нас идет группа не число то есть идет символ не число в группу выделять не надо потому что его использовать потом у меня идет группа с кодом группа с кодом это у меня будет число из трех символов потом у меня идет группа два символа и еще одна группа два символа но в соответствии с заданием до 3322 два и в конце опять и в конце опять должно быть не число теперь replace как я делаю я говорю что моя строка я как бы формирую строку должна содержать скобочки в которых будет первая группа на первую группу можно сослаться доллар номер группы доллар 1 потом идет пробел доллар 2 пробел нужно или нет да доллар 2 потом черточка доллар 3 черточка доллар 4 все давайте посмотрим чего получилось что там мы неправильно сделали но группа 1 индекс out of bound 3 3 3 2 2 3 3 2 2 по-моему ссылаются через доллар но не группу но я тоже должно работать они просто групп больше сделали так номер есть да 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 правильно матчер 3 я заменяю там идеи нету там движок другой о на эти только что вот видите вот теперь как телефон выглядит но что мы здесь неправильно сделали мы пробел сожрали видите он тут есть а здесь нету и запятой нету куда не делись мы их регуляркой но вот тут не указали поэтому вот эти штуки тоже нужно выделить группы но написать их без изменений поэтому надо здесь написать доллар 1 доллар 2 3 4 5 2 3 4 5 а здесь доллар 6 вот у нас и пробел есть и запятая и есть вот мы так с вами преобразовали текст помощь регулярного выражения что еще на что еще обратить внимание хочу группы можно именовать то есть на них можно ссылаться при помощи имени а не при помощи номера единственное я не знаю можно ли вот здесь имена писать можно попробовать на группы ссылаются сейчас покажу где точно будет работать там где помните мы группа 1 писали вот группа 1 у меня одна группа здесь можно группу поименовать единственная синтаксис не совсем я помню там фигурные угловые кавычки вопросительный знак по моему но джава регекс группный 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 группу по группу по и группу по скобка а здесь пишем вот такой группа здесь вместо номера я могу написать группа name и вот видите коды выводятся то есть где это удобно когда у вас сложная какая-то регулярка и вам надо обращаться к группам если вы добавите еще одну группу вот как я сделал для вся нумерация поехала неудобно добавили группу все номера надо времен переменять если у вас группы именованы то вам все равно там сколько этих групп добавляете вы удаляете вы к ним обращаетесь не по номеру порядковому а в присвоенному вот так делать правильнее единственное не знаю будет ли это работать вот здесь можно попробовать наверно нет можно попробовать у меня сейчас так его и пишет ну да и легал аргумент exception но тут так нельзя ну ладно что нам скажет стэк оверфлой ну ладно вот так кстати можно попробовать только здесь надо дописать вот так вот эта штука уже не по номеру а по имени это у нас это код да она вторая но она она и вторая и именованная то есть к ней можно обратиться двумя способами и по номеру и по имени но по имени как бы правильней ну то чтобы правильней то есть в будущем вот как бы нет 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 мне пришлось переименовывать а так не надо было перенумеровать а если бы это нумерация но смотрите какая ситуация у вас может регулярное выражение фигурировать в нескольких местах приложить программы одно и то же или где то вы там будете что-то подставлять менять и где-то вы в одном месте поменяли это шоу а потом везде выискивать где эти номера так у вас по именам проблем не будет понятно как работа дальше проверка текста на соответствие шаблона у класса паттерн есть метод матч с куда вы даете регулярку и даете строку мол возвращает true и false проверяю соответствует регулярное выражение строке или строка регулярного выражения либо нет просто true false и у класса стринг тоже есть метод матч с форматирование строк часто нужно выводить строку в каком-то форматированном виде или сборную строку да то есть мы берем строку и хотим ее сформировать соответствии с определенная заданным форматом так вот есть метод printf есть метод printf выводит строку в заданном формате что это значит смотрите например что я хочу сделать я хочу пользователю выводить следующую информацию например вы купили какой-то товар бла 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 вы купили 5 то есть количество что и на сумму на сумму и здесь вывести деньги да то есть не в эту строку надо вставить сколько штук куплено чего куплено и на какую сумму куплено только это надо делать printf printf а через запятую вот здесь пошли аргументы то есть то что я сюда буду вставлять но чтобы метод понял в каком формате мне нужно в строку вставить содержимое и как это содержимое представить есть спецификаторы формата который начинается с процента потом идет номер спецификатора по моему первый номер аргумента номер аргумента доллара чем сейчас надо вспомнить да то есть первое это значит что первый аргумент то есть процент первый аргумент из аргумента просто один и тот же аргумент можно ставить два раза потом идет плюс который говорит о том что всегда нужно отображать знак числа плюс минус положительное отрицательное 0 это заполнитель для числа 20 это сколько символов будет ширина ваш сколько ширина вашего вывода точность 10 знаков после запятой а а f это то что этот тип флоут например вот здесь видите написано процент f это значит что сюда будет подставлен вот этот аргумент виде флоута вот он сюда и поставил потом идет запятая это просто текст потом опять процент кавычка значит кавычка это значит выравнивать по какому краю по по левому или по правому потом идет плюсик 020 это значит заполнитель 020 символ вот ведь у нас длина 20 символов символов у нас только нет поэтому старшие разряды пошли 0 выравниваем количество после запятой 10 это флоут то есть вот мы как бы задаем было вот как спецификаторы типов данных выглядят у нас с вами первая идет строка доллар с не первое у нас идет число целых десятичное число сплава еще ничего не надо сожиданный формат не надо дата время кожа то есть вот целочисленная десятичный процент д то есть вы купили сколько число потом мы пишем что нам нужна строка с на сумму а здесь мы пишем что нам нужно флоут с точностью два знака после запятой теперь мне сюда нужно передать что я купил типа товар равно шорт штук сколько номер равно например три и инт ф надо написать дабл прайс специально поставить больше знака теперь я либо располагаю в том порядке как они написаны да то есть первое у меня идет набор потом у меня идет товар потом у меня идет прайс теперь выложу на экран вы купили три шортс на сумму где-то неправильно использовали а перед флоутом не туда поставил видите два знака после запятой то есть мы как бы собрали строку то есть мы задали шаблон строки внутри указали спецификаторы форматирование вот три спецификатора и дали данные которые сюда вставили можно один и тот же значение ну которое приходит вставлять несколько раз но тогда надо указывать его номер например я могу еще раз ставить вот здесь здесь я пишу 33 доллар или доллар 3 3 доллар 3 доллар могу например сказать что один знак после запятой формат уже будет встречаться видите мне ставилось два раза но в разном я могу третий поставить здесь четвертый то есть у меня есть три аргумента я эти аргументы на них ну данное значение их по этой строке могу вставлять в любом порядке куда хочу просто ссылаться по их номерам и формировать строку это printf вывод формирования строки а есть а есть а есть метод класса стринг называется формат формат стринг формат и дальше та же логика строка и значение которую 100 которыми дополнить эту строку и в этом случае вы получите просто уже готовую строку и по строку и по стрим можете сохранить его какую-то переменную и пользоваться понятно как работает удобная штука для формирования строк формирование запросов строку и пишите как строку и можно написать шаблон а туда потом там название базы подставлять название ограничений подставлять название еще чего-то подставлять ну как шаблон по селект от селект что там поставили процент с from процент с в процент с вот у вас шаблон куда вам просто надо вставить какие поля из какой базы с каким условием у вас как бы уже конфигурируемый запрос получить какие будут вопросы ну смотрите у вас есть регулярки сплит вот который в принципе токенайзер могут полностью заменить в основном чтобы бить на токены часто используют регулярные выражения регулярные выражения в чем удобство то можете проверять корректность работы вашего регулярного выражения на каком-то кусочке текста через те же сервисы регекс их много их куча можете поискать выбрать кому какой больше нравится их разные интерфейсы разные возможности то есть если прям в регулярку и не подставлять пойти должна работать и просто не пробовал я думаю должна работать что попробовать что вопросы есть так но так как вы не все зарегистрировались группу вам недосоздавали